Дорогие украинцы, хочу обратиться к вам словом скорби и солидарности украинскому многострадальному народу. Я армянин, я не носитель языка, потому что если будут ошибки, заранее извините. Сначала я хотел обратиться по украинскому мову, но потом думал, что моя речь должна слушать и путинский режим, и те люди, которые поддерживают этот фашистский режим. То, что творит Россия 7 месяцев, уже больше, чем 7 месяцев с Украины, это можно называть не только терроризм, а геноцид. Кто-кто, мы, армяне, очень хорошо знаем, что такое геноцид. Которые уже 105 лет вместе делают турки, русские и Азербайджан над армянским народом до сих пор. И эти тройные братья Эрдуган, Путин и Алиев, они вместе творят все эти войны. Например, Эрдуган до сих пор помогает и санкции не вводит против России. Он продает байрактары Украине, но эта вся информация дает Путина. Он отправляет прокси наемников в Россию воевать против Украины. Армянский народ и очень много армянских парней сейчас воюют сотнями на украинском армии против российского фашистского режима. Просто мне иногда жаль, когда украинские, много политики из Украины кричат, Карабах и Азербайджан, не зная, что это дает повод, что если коренные земли Армении они признают Азербайджаном, то они дают повод России коренные украинские земли, там Харьковщина, там Херсонщина, Донецк, Луганщина считать коренными русскими землями. Но мы мудрый народ, мы знаем все, что такое, мы знаем и поддерживаем украинский народ и говорим, что в этом войне будет победить только Украина. И Украина будет не только вернуть свои земли, это все будет заканчиваться в Москве капитуляцией. И путинский режим, и его все эти друзья, братья и так далее, все эти его шестерки будут сидеть на ГАКском трибунале. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!